Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, коллеги сейчас дадут ссылку, где найти все видеозаписи, все презентации, и вы с удовольствием там это все найдете. Прекрасно. Значит, мы с вами можем начинать. Коллеги, у нас сегодня вебинар посвящен теме мониторинга достижения метапредметных результатов на уроках английского языка. И мы посмотрим на то, как мониторинг можно проводить именно с помощью одной книги. Это у нас новинка вышла. Книга «Метапредметные портфели ученика 4 класса». Да, ну я надеюсь, что ссылку дадут. Итак, не могла я, конечно же, обойти вниманием в ГОС, чтобы все-таки показать, зачем, в принципе, эта книга нужна. Потому что по ГОС результаты, которых достигают учащиеся, делятся на три группы. Это личностные, метапредметные и предметные. Если мы про личностные с вами знаем, что они не оцениваются, но планируются. Про предметные мы все прекрасно понимаем, что это оценка того, как учащийся знает английский язык по уже, соответственно, определенным критериям. Это нам все понятно, как оценить его знание именно языка. Что касается метапредметных результатов, и метапредметных результатов именно на уроках английского языка, это, конечно же, вопрос такой более сложный. И если мы с вами заглянем в Федеральное государственное образовательное стандарты начального общего образования, то мы увидим, что метапредметных результатов там прописано 16. То есть они распределяются по 16 пунктам. Я уже несколько раз проводила вебинары по именно самим метапредметным результатам, поэтому мы не будем с вами их смотреть от 1 до 16 подряд, все разбирать и считать. Я уверена, что вы в них хорошо ориентируетесь. У меня к вам другой вопрос. Как вы все-таки на своих уроках у ребят проверяете, сформировались ли у них те или иные метапредметные умения или не сформировались. Есть ли у вас какие-то такие определенные приемы, либо вы, может быть, используете какие-то определенного формата упражнения из учебников. Может быть, вы используете какие-то дополнительные пособия. Или, может быть, вы сами что-то составляете, какие-то, не знаю, мини-мониторинги. Тестами их не назвать, да, потому что все-таки тяжело именно что-то протестировать, когда формулировка результата звучит так, да, очень красиво расплывчато. Буду рада, если вы в чате поделитесь своими какими-то такими наработками, потому что с удовольствием вслух это все прочитаю. Тем временем, чтобы освежить немного в памяти, что касается метапредметных результатов, то мы с вами посмотрим на то, на каждый результат, какая должна совершаться деятельность, чтобы он достигался. К примеру, да, то есть они здесь, конечно же, не все выписаны, только самые основные. И мы посмотрим на то, какую деятельность нужно выполнять, чтобы достигать этого результата. К примеру, такой результат, как овладение способностью принимать и сохранять цели. Сюда подойдут все задания на работу с инструкциями, на работу с пошаговыми объяснениями задания, с коммуникативным выходом. Освоение решения проблем творческого и поискового характера, это, конечно же, работа с творческими заданиями, работа с проектными работами. То есть все это нам знакомо. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. То есть чтение этих текстов разных стилей разных жанров и включая разную полноту чтения этих текстов. Мы с вами такие примеры тоже с вами посмотрим. Следующий результат – это овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения информации. Сюда же еще входит и классификация, как один из основных пунктов логических действий мышления. Здесь, конечно же, деятельностью будет чтение с выполнением заданий, направленных на сбор, анализ и синтез информации. Ну, конечно же, на классификацию, на проведение причинно-следственных связей и так далее. То есть все, что связано с мышлением. Развитие информационной и компьютерной компетенции учащихся. Конечно же, среди деятельности будет работа с заданиями на развитие критического мышления, потому что они позволяют нам привлекать учащихся к работе за компьютером с помощью ИКТ. И овладение информацией из других предметных сфер – это работа с информацией из других предметов. То есть когда мы интегрируем несколько уроков вместе, это не межпредметный урок. То есть не просто мы проводим урок литературы с английским языком, а мы на уроке английского языка берем какую-то информацию, допустим, из литературы, будь то зарубежная или русская литература. Здесь уже зависит от тематики. Либо когда мы окунаемся, допустим, в страноведении на уроках английского языка. Это может быть как в страноведении страны изучаемого языка, так и в своей родной стране. То есть здесь уже зависит от той тематики, по которой вы работаете, по которой вы хотите построить свой урок. Тем не менее, вижу, что никто в чате делиться не хочет никакими приемами мониторинга метапредметных результатов, сформированных метапредметных результатов, либо мини-мониторингов того, как вы проверяете уровень сформированности или несформированности у ребят того или иного метапредметного умения или метапредметного действия. Поэтому, значит, понимают, как то, что вы на этом, возможно, не акцентируете внимание, либо вы просто не выделяете это для себя как-то особенно. И нужно, конечно же, посмотреть, что именно от нас требуется в качестве систематизации, освоения метапредметных результатов. Что, в принципе, прописано у нас в документах? Это в АВГОС мы посмотрим и в примерной программе. В АВГОС нам прописано, что учащиеся в конце четвертого класса, мы сегодня будем с вами говорить, так как говорим о метапредметном портфеле, а он для четвертого класса, соответственно, мы с вами говорим о ВГОС, но о. В нем прописано, что ребята в конце четвертого класса проходят некий тест, который поможет принять решение о переводе обучающейся на следующую ступень общего образования. Что касается примерной программы, то она раскрывает предметные результаты на базовом выпуске, научится и повышенным выпуске, получит возможность научиться в уровнях. И включает предметное содержание речи, описывает систему оценки достижения планируемых результатов, в том числе и метапредметных. Что же является объектом оценки метапредметных результатов? Итак, объект оценки метапредметных результатов – это сформированность ряда универсальных действий, а именно регулятивных, коммуникативных и познавательных. То есть, что это такие за действия? Это умственные действия учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. То есть, как раз то, что мы с вами видели в первой таблице, в результатах и в действиях, которые нужно совершать для достижения этих результатов. Какие же есть формы оценки? Их три. Первый – это результат выполнения специально сконструированных диагностических задач. Вторая – это успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами предмета. И третья – это успешность выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Мы с вами видим, что второе и третье – эти формы оценки имеют преимущество, а именно преимущество в предмете измерения. Потому что мы измеряем в данном случае уровень присвоения учащимися учебного действия. То есть, высокий он уровень или низкий, или средний. Здесь уже зависит от того, какие будут в дальнейшем, я надеюсь, разработаны формы оценки конкретные уже более. Не именно специально сконструированные диагностические задачи, а специальные именно формы оценивания. Соответственно, для того, чтобы проверять успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами предмета, то есть в нашем случае это английского языка, а также выполнять комплексные задания на межпредметной основе, можно использовать в особием это предметный портфель ученика четвертого класса. Перед вами обложка. Я его сегодня с собой захватила, так чтобы вам просто красивый кадр показать. Если вдруг не поверите, что он действительно такой красивый и на хорошей бумаге и так далее. Посмотрим с вами, что же есть в пособии и почему его действительно можно использовать для мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов. Пособия предназначены для комплексного развития метапредметных умений и мониторинга достижения метапредметных результатов у учащихся. То есть правильность выполнения заданий портфеля позволяет делать выводы о сформированности метапредметных умений и достижении метапредметных результатов в ГОСНО. То есть если учащиеся справляются с заданиями портфеля, вы видите, что они умеют выполнять те или иные метапредметные действия, они достигли тех или иных метапредметных результатов. Если они с ними не справляются, если им что-то сложно, соответственно, вы делаете вывод о том, что работа еще проведена недостаточно глубоко. В самом метапредметном портфеле 5 разделов. Все они по тематическому содержанию, по языковому наполнению, полностью соответствуют примерной программе по иностранному языку для начальной школы, что, соответственно, позволяет нам использовать данное пособие с абсолютно любым учебником, с любым УМК, по которому бы вы не занимались. То есть привязки здесь никакому учебнику нет. Это очень удобно, потому что вы можете выбирать тот раздел из пяти, который вам сейчас подходит для ваших ребят, для ваших четвероклассников в данный момент времени. То есть портфель можно использовать не обязательно с начала года, его можно использовать и в конце учебного года. Главное, что он у вас получится такой наполняемый, наполняемый, его можно с ребятами продолжать и потом дальше, допустим, в пятом классе, потому что какие-то темы все равно будут еще немножко с ребятами повторяться. С помощью метапредметного портфеля ребята научатся большому количеству различных действий. Смотрите, это и чтение текстов на английском языке различных стилей и жанров с разной полнотой понимания. Справляться с основными логическими операциями. Я здесь перечислила только самые основные. Это анализ, синтез, сравнение и классификация. Работать с таблицами и схемами. Выполнять действия по инструкции или плану. В книге есть творческие задания. Причем не только на что-то нарисовать, раскрасить. Есть задания действительно проектные, когда в конце, практически в каждом разделе, в конце, последнее задание. Это такой мини-проект, когда ребята выполняют что-то, что будет именно продуктом деятельности. И, конечно же, есть задания, направленные на рефлексию и на самооценку. Так, вот, наконец-таки кто-то что-то мне написал. Приемы познавательных, пишет Алия Валеева. Чтение отрывков из детских литературных произведений. Милл, Суифт, Уауп. Как результат создания иллюстраций, прочитанных. Следующий этап – описать то, что изображено на собственном рисунке по образцу. И так далее. Да, то есть, получается, как раз у вас, вы выполняете некое последовательное действие. Все они имеют метапредметный характер. То есть, такие действия могут понадобиться абсолютно в любой ситуации в жизни. Всегда нужно что-то прочитать с определенной полнотой понимания. Газеты мы читаем с одной полнотой понимания. Книгу художественную мы читаем с другой полнотой понимания. То есть, это очень важно. Создание иллюстраций вы проверяете тем самым, насколько ребята, даже если они читали текст с поисковым чтением, то есть, они его читали, не вдумываясь в перевод каждого слова, насколько они поняли общий смысл, что они могут изобразить на иллюстрациях. И после этого описать все, что изображено на собственном рисунке по образцу. Работа с образцами, работа с каким-то планом, работа с инструкцией. Все это тоже метапредметный результат. И если ребята это могут сделать, и тем более выразить свое мысль и мнение на английском, конечно же, метапредметный результат у них сформирован. Так, вот Оксана Суилина пишет, «Очень своевременно, так как целый год пытаюсь создать журнал, постоянно его меняю, не могу найти оптимальный вариант». Ну, возможно, вам как раз подойдет такого рода портфель. То есть, когда вы его весь пройдете, все пять разделов, у вас получится такая книга с формированностью метапредметных результатов у ваших учащихся. То есть, вы сами уже будете смотреть, особенно по элементу рефлексии, который есть в конце каждого раздела, о том, как у ребят продвигались успехи от начала учебного года до конца. Есть ли подобные знания для третьего, для второго? Нет, пока их нет. Мы выпустили для четвертого класса. Есть рукопись у меня для пятого класса. Поэтому, если будет пользоваться вашим спросом, коллеги, то, конечно же, книги еще выйдут. Если спроса не выйдет, то, конечно же, нет. Да, ну вот как раз я просто прокомментировала то, что вы написали, коллега. Действительно. Абсолютно правильное такое последовательное выполнение действий именно метапредметного характера. Не могу не сказать, что в книге есть подробные пошаговые методические рекомендации. То есть, их очень удобно использовать, если вы молодой педагог еще не очень хорошо себя ощущаете, особенно вот во ВГОС, в сложной части ВГОС, в метапредметных результатах. Потому что там прописано все именно теми словами, которыми вы, ребят, можете подвести к той или определенной мысли. Если же вы уже педагог со стажем, если вы считаете, что вы не хотите ориентироваться на какие-то методические рекомендации, то вам достаточно просто просмотреть цель задания, а она там выделена на отдельной плашечке, вы посмотрите цвет, я сегодня покажу примеры. Увидите, что подразумевает под собой выполнение того или иного задания, а уже как вы его будете презентовать своим учащимся, это уже будет, конечно же, ваш подход, ваш выбор для именно ваших ребят. И в книге есть карта книги Map of the Book. Она тоже очень такая получилась подробная. Вот кому из коллег уже удалось книгу приобрести, у всех хорошие отзывы на методическую составляющую книги уже как минимум. Просто ничего никто не пользовался, видимо, с ребятами. Так выглядит Map of the Book. Чем она хороша? Тем, что в ней прописано и количество часов, и распределение заданий, и есть предметное и тематическое, соответственно, содержание, о чем идет речь в том или ином разделе, то есть в каждом из пяти, все прописано подробно по примерной программе. Посмотрите, да, к примеру, первая тема о погоде. Мы видим, что на нее выделяется три часа, то есть это рекомендованное время. Если вы с своими ребятами можете выполнить быстрее, то вы планируете, конечно же, меньше времени. Не забывайте, что в эти же, как правило, часы, указанные на этот бук, входят и работа учащихся дома. То есть они же какое-то задание обязательно будут забирать у вас домой. Что-то вы с ними делаете в классе, что-то они берут на дом, и потом в это задание, конечно же, которое они делали дома, все вместе проверяете на уроке. То есть вам получится где-то три часа. А в остальном уже, конечно, более подробное планирование, это все в ваших руках, здесь вот дано примерное. Что касается предметов содержания, если мы говорим о погоде, то там есть, соответственно, различные тематики. Это и природа, любимое время года, погода. Так как каждый раздел начинается с письма, то здесь я и мои друзья затрагивается тема, соответственно, это письмо зарубежному другу. И, конечно же, не можем пройти мимо страны изучаемого языка, тоже эта тема там затрагивается. Не привязан ни к какому УМК, вот отвечаю сразу на вопрос в чате, то есть он универсален, вы его можете использовать абсолютно с любым. Вот, к примеру, мы сейчас с вами смотрим на мой педзебук, на предметное содержание речи. В четвертом классе, как правило, в любом учебнике есть задания, связанные с погодой. Вы, соответственно, можете в тот момент, когда вы проходите в УМК погоду, взять этот раздел первый. Насколько всего часов рассчитано пособие? Вы знаете, каждый проект рассчитан в среднем на 2-3 часа. Их здесь, каждая тема, их здесь тем 5. Соответственно, считайте. То есть после того, как вы прошли с ребятами юнит, в каких-то учебниках в четвертом классе, мы анализировали, где-то 4 юнита, где-то 5 юнитов, где-то еще больше. Поэтому здесь сделаны 5 универсальных тем, которые встречаются в большинстве УМК. Соответственно, вы можете использовать тогда, когда у вас проходится эта тема. Как только проходите, допустим, погоду, вы берете первый раздел. Проходите тему школы, берете последний, наоборот, пятый раздел. И так далее. Можете выбрать выборочно какие-то упражнения, потому что внутри каждого раздела, вы видите, по предметному содержанию, из примерной программы затрагивается очень много тем. Можете взять какие-то определенные темы. Какие-то упражнения, допустим, с ребятами не брать. То есть здесь уже все в ваших руках. Именно для этого выписаны отдельно метапредметные результаты. Посмотрите, да, следующая колонка. Которые достигаются в ходе выполнения заданий. Причем по ВГОС, мы с вами помним, что их 16. И номера пунктов здесь сохранены с той же нумерацией, что даны во ВГОС для начальной школы. Смотрите, первый пункт. Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. Здесь, в данном проекте, в первом, в первой теме, идет работа с инструкцией выполнения заданий по плану. В заданиях номер один и в задании номер четыре. То есть вот ребята в этих двух заданиях затрагивают этот первый пункт, первый метапредметный результат. И так далее. То есть вы видите, что они здесь прописаны. Десятый, к примеру, метапредметный результат. Это логические действия, сравнение, анализа, синтеза, обобщение, классификация, установление аналогий, причинно-следственных связей и так далее. Ребята делают анализ письма, первое задание. Сравнение погоды делают в Великобритании и России, это второе задание. Соотнесение разных занятий с погодой в разные дни. Третье задание. То есть здесь все уже так прописано подробно, что вы уже можете сами ориентироваться на то, какие упражнения вы за какими будете брать. А с чего, собственно, начинается книга? И что нужно сделать обязательно в первую очередь, когда вы книгу с ребятами взяли? Вы их знакомите с их новым другом, мальчик по переписке из Великобритании. Его зовут Джим, живет он в Лондоне. Он пишет в письме, что ему 10 лет. Прикладывает свою фотографию. Посмотрите, все он это красиво оформляет. Как образец у ребят, соответственно, уже есть его письмо. Он задает вопросы вашему, соответственно, ученику. Как его зовут? Где ты живешь? Сколько тебе лет? Можешь ли прислать мне свою фотографию? И надеется мальчик Джим из Великобритании, что с учеником нашим российским они подружатся. Есть заготовка письма, уже готовая. На третьей странице мы ее видим, где наш ученик, соответственно, пишет ему ответ. В основном, чтобы вы не тратили очень много времени на знакомство с Джимом, здесь уже все вписано. Не хватает только той информации, которая будет универсальной у каждого учащегося. Соответственно, это имя, город, сколько лет. Здесь тоже уже зависит от вариации в четвертом классе. Кому-то из ребят 10, а кому-то может еще 9. И, конечно же, подпись. Здесь тоже имя. Да, презентация будет выложена. Вы с ними познакомились. Ребятам рассказали о том, что письмо отправляется. Можете с ними посмотреть, как заполняется адрес в России, как заполняется адрес на письме в Великобритании. Они вам точно найдут очень-очень много различий, что у них все пишется абсолютно не так, да, у британцев. Тоже это с ними можно рассмотреть в качестве того, чтобы подготовить их в дальнейшем к таким заданиям с письмами, с адресами. Соответственно, мы с вами говорили о том, что одним из метапредметных результатов – это умение читать тексты с разной полнотой чтения и разных стилей и жанров. В данном случае пистолярный жанр у нас затрагивается. То есть письма. Мы с вами посмотрим не на первую тему, которую видели в Map of the Book, про погоду. Я выбрала страницу 28-29. Это тема School in the Magic Mirror. Мы видим с вами, что первое задание предполагает чтение письма. Причем задача ребят – работать с этим письмом так, как написано в инструкции. То есть вы им еще раз напоминаете, что у них новый друг из Великобритании. Вы должны с ними прочитать вопросы к тексту, до текстовых вопросов. После этого вы берете цветные карандаши или цветные текстовыделители. Читаете письмо и отвечаете на вопросы методом выделения информации, которая будет ответом на вопрос по тексту письма. Нам пишут в инструкции, что нужно использовать разноцветные ламастеры или разноцветные карандаши, чтобы отвечать на вопросы. Вот у нас в данном случае 4 вопроса. Соответственно, вы можете с ребятами сначала пометить цвета. Вы с ним читаете первый вопрос и предлагаете им взять карандаш одного из цветов и раскрасить цифру 1 одним цветом, допустим, желтым. Дальше вы им говорите. Откладываем этот цветной карандаш, берем другого цвета карандаш. Читаем с ним второй вопрос, раскрашиваем цифру 2 другим цветом. Откладываем и так далее. В среднем по 5 цветных карандашей, как правило, у начальника школы всегда с собой в пенале есть. После этого вы привлекаете внимание к письму. Указываете на то, что здесь не вписано имя. Нужно обязательно вписать свое имя, то есть вашего учащегося, который работает с письмом. После этого вы ребятам говорите, что они должны читать текст по порядку. И в процессе того, как они читают текст от начала до конца, как только они находят ответ на один из вопросов, который вы с ними прочитали и разобрали, они должны выделить этот ответ тем цветом, которым раскрашена цифра вопроса. То есть это абсолютно не сложно, потому что вы можете показать пример, а здесь указано, что посмотрите, например, на страничке 4. Вы с ними переворачиваете страницы до 4, и они видят вот такой пример. Этот же пример есть и в методических рекомендациях. Мы его отдельно вынесли туда для педагогов, чтобы вы могли тоже с этим поподробнее разобраться. То есть вот он текст в примере. I'm from Great Britain, I live in London. И даны вопросы. Первый. What country am I from? Второй. Where do I live? Соответственно, вы выделяете первое, допустим, розовым, и, соответственно, ответ на из какой я страны будет I'm from Great Britain. Эту фразу вы выделяете маркером. Where do I live? Другим цветом выделяем, и ответ I live in London, соответственно, тем же цветом. И так далее. То есть ребята, последовательно работая с текстом, выделяют в тексте ответы на вопросы. После чего, верну вам назад, в данном письме Jim просит помощь у нашего ученика. А именно, у них ожидается reading competition, и ему нужно на этот конкурс, конкурс чтецов, приготовить пазл. Пазл должен быть готов к следующему уроку. Урок уже в пятницу, и Jim просит помочь ему с ответом. На следующей странице, на 30-й, соответственно, идет сам пазл. Смотрите, 30-я, 31-я страничка. То есть все, что у нас идет до task to. Дано зеркало. По правилам, да, зеркало разбилось на кусочки, все кусочки промечены по колонкам и по рядам. Смотрите, да, все пронумеровано. То есть у нас идет такая табличка, да, как в математике, когда нужно соотнести одно с другим. Под ней идут инструкции. И нам написано, что мы должны помочь другу закончить магическую поэму, чтобы починить разбитое магическое зеркало. Сама поэма у нас, стихотворение, коротенькое, четверостишее, да, но на 31-й странице. Мы его видим, да. Первая строчка, состоящая из 20 букв. Все окошки промечены, да, от 1 до 20. И, соответственно, нам нужно так, чтобы все буквы выстроились в правильную фразу, чтобы эта фраза была в рифму, и можно будет тогда прочитать полностью данное четверостишее, тем самым восстановить магическое зеркало. Что делают ребята? Они следуют инструкции. Мы их учим следовать инструкции. Работа у нас с инструкцией, выполнение действий по плану. Вы видите, да, на плашке написано. Тот самый метапредметный результат. Ребята ищут определенный ряд, определенную колонку. К примеру, первое. Find the false piece in the fifth row. То есть мы ищем с вами четвертый кусочек зеркала в пятом ряду. Что у нас в данном случае будет? Такая буква будет. Вы можете, кстати, коллеги, приближать презентацию. То есть я вам ее ближе сделать не могу, но у вас под презентацией есть лупа. Если нажмете на плюсик, то она у вас приближется. Мы с вами ищем сейчас четвертый кусочек в пятом ряду. Да, правильно, be. Вот у нас первый ответ есть. Тем, кому интересно, я думаю, что вы сможете даже разгадать всю фразу. Давайте мы с вами, наверное, все вместе разгадаем второе слово. Первое, уже понятно, что это будет be, потому что вторая у нас буква – это первый кусочек во второй колонке. Соответственно, смотрите, да, это и. То есть первое слово – это be. Давайте мы разгадаем с вами вместе второе слово. А те, кто, пока я буду рассказывать еще дальше, успеют дальше разгадать, я думаю, что с удовольствием с вами поделятся правильным вариантом ответа. Итак, третий кусочек у нас. Первая буква – это третий кусок зеркала в восьмой колонке. Давайте вместе попробуем собрать, кто быстрее. Слово из шести букв. Я думаю, что для педагогов можно даже не подряд собирать все буквы, а через одно и получится правильно polite. Абсолютно верно. Лидия Рамазанова быстрее всех догадалась, какое здесь будет слово – be polite. То есть, ну, мы сами видим, да, что для педагога не составит труда, поэтому ключей к пособию нет, они все задания такие очень… либо с самопроверкой, как в некоторых из разделов, либо задания для взрослого человека действительно простые, для ребенка 10 лет это задание будет таким все-таки немножечко даже, может быть, сложным, но оно будет очень интересным, поэтому он с удовольствием будет сидеть и подбирать буквы. Да, здесь первые два слова – это be polite. Не уверена, что успеете быстро все остальное доделать, так что я думаю, что можно объяснять уже про второе задание. Пока прочитаю комментарии в чате. Добрый день, отличное пособие в качестве методической поддержки молодых специалистов. Сразу предлагают формы работы по формированию универсальных учебных действий. Да. То есть мы с вами видим, что выполнение таких заданий действительно приведет к тому, что мы увидим, умеют ребята с этим справляться или нет. Вплоть до того, что если они выполняли данное задание, первое, task 1, не по порядку, не по инструкции, то они обязательно запутаются с какой-нибудь буквой, найдут ее не в том ряду, либо будут невнимательны, и, соответственно, у них, возможно, не сложится слово, и не получится правильная фраза. То есть тем самым вы увидите. Они все-таки внимательно подходят к делу, читают четкую инструкцию, или они пытаются как-то поторопиться, где-то что-то сделать не так, миновать инструкцию и, соответственно, где-то что-то сделать неправильно. Давайте мы с вами посмотрим на второе задание поближе, потому что здесь оно у меня, конечно, перекрыто плашечкой. Второе задание «Магическое зеркало» показало слово «школа». Нужно посмотреть на перечень слов, которые дан, и найти семь слов, которые к слову «школа» относятся. То есть какие все-таки слова действительно соотносятся с школой. И написать эти слова в пустые окошечки. Как вы думаете, какие все-таки два слова, давайте мы с вами будем исключением все-таки, какие два слова из перечисленных, наоборот, к школе никакого отношения не имеют. Пока вы смотрите какие-то два слова и пишите мне их в чате, я вам скажу, что данное упражнение направлено на развитие умения устанавливать аналогии, проводить причинно-следственные связи. То есть ребята проводят причинно-следственную связь между словами данного упражнения и словом «школа». И, соответственно, пишут, да, правильно, те слова, те семь слов, которые к слову «школа» имеют отношение. Мы с вами сделали обратное. Мы нашли два слова, которые не имеют отношение к школе. Это, конечно же, «a knife» и «a nursery». То есть это то, чего в школе либо нельзя иметь с собой, либо чего, как правило, в российской особенно школе мы все-таки реалии российские рассматриваем, нет. Да, «a knife» и «a nursery». Следующий разворот – это следующие два задания в этом же разделе. Посмотрите, третье и четвертое. Давайте мы поближе посмотрим по отдельности. Вы видели, что здесь текст перевертыш, да, то есть он вот расположен таким образом. Расположен он так не просто ради праздного интереса, он так расположен для определенной цели, потому что, посмотрите, нам нужно сравнить два текста и пометить различия. То есть задание специально так расположено, чтобы строчки совпадали. Обратите внимание, первые, например, строчки «my name is Jim», а здесь «my name is Bob». Соответственно, учащиеся выделяют цветами «Jim» и «bob». Откладывают фломастер, берут другой цвет. «I am nine» и здесь «I am ten». Нашли различия. Девятку, десятку выделили цветами. «I go to» и здесь нет никаких различий. «London school» и нет различий. «I like to count» и здесь «I like to learn». Выделяют здесь «count», здесь «learn» и так далее. Все слова, которые могут у них вызвать сомнения в том, что они знают перевод, либо могут как-то повлиять на понимание задания, вы посмотрите, пожалуйста, да, то есть здесь из самого задания жирно выделены слова, они внизу в рубрике «mind». Такая рубрика у нас уже несколько раз встречалась, вы ее видели. Я уверена, что вы обратили на нее внимание, даже несмотря на то, что я забыла про нее сказать. В ней вынесены все слова, которые учащиеся, возможно, могут не знать, чтобы абсолютно у них снять элемент недопонимания каких-то лексических единиц. То есть здесь ребята сравнивают два текста, тексты как бы параллельные, да, даются. Именно для этого они расположены строчка к строчке. И таким образом у нас формируется метапредметное умение сравнения, то есть логическая операция сравнения. И четвертое задание, последнее в этой теме, в этом разделе. Здесь нам нужно составить такой же пазл, как мы разгадывали с вами, только уже самим. Для этого ребята пользуются тем же зеркалом, по которому они работали, чтобы составить фразу к стихотворению, только придумывают свое собственное слово. При этом слово они, конечно же, внизу не пишут. То есть клеточки с первой по одиннадцатую даны для соседа по партии, либо для того ученика, которому они захотят на самопроверку отдать свой пазл. А они составляют только саму инструкцию. Пишут номер частички зеркала первой колонки, во второй пишут номер ряда, естественно, буквы, потому что они тоже все прошли, все в четвертому классу умеют писать. Если вдруг у вас есть какие-то проблемы, и ребята будут бояться, что они ошибутся в буквенном написании ряда или колонки, вы можете им напомнить, что они могут посмотреть на соседнюю страничку, где они только что помогали Джиму разгадать такой же пазл и посмотреть, как там правильно пишутся те или иные цифры. То есть здесь, конечно, никакой проблемы у них не будет. И в третьей колонке они пишут номер колонки, где расположен к вам. То есть они сами загадывают слово. Мы здесь не просим загадать какую-то фразу. Нет, это может быть какое-то коротенькое слово. Зависит уже от того, насколько у вас учащиеся готовы с этим работать. Задание все-таки такое творческое. Кто-то придумает слово из 5-6 букв, кто-то попробует занять все 10-11. Они у вас могут спрашивать, какое слово пишется. Вы им не отказываете, конечно. Вы им всегда идете на помощь, подсказываете, где они могут посмотреть, как слово правильно пишется. Они могут открыть словарики своих ОМК. То есть вы можете разрешить в данном случае заглянуть в учебник. В учебниках, как правило, во всех учебниках есть сзади словарик. Они могут найти там слово какое-то на нужное количество им букв и составить уже описание пазла по этим буквам. После чего они меняются тетрадками друг с другом и проверяют, получается ли слово, если выполнять эту инструкцию. Если у соседа по парте слово сложилось, и второй подтверждает, что именно это слово он загадывал, значит, все прекрасно. Родителям можно помогать детям или это сугубо задание в классе? Здесь зависит, как я уже сказала, от того, как вы распланируете работу с тем или иным разделом. Если вы видите, что это задание, вы не успеваете сделать с учащимися в классе, то, конечно же, вы дадите его домой. Здесь уже, вы знаете, могут родители помогать, либо не могут родители помогать. Как правило, родители дома редко спрашивают детей, хочет ли ребенок, чтобы ему родитель помог. Редкий ребенок скажет, мама, отойди, не помогай мне. Так что, если родители, конечно, хотят помогать, то, в принципе, они, конечно, могут попробовать помочь, но я думаю, что их помощь здесь абсолютно не потребуется, так как ребята уже в классе вместе с вами, с педагогом, проделали такой пазл сами. То есть, когда они решили большой пазл из 20 букв составить короткое слово, здесь неограниченное количество букв, может быть, они составили слово из 3-4 букв, для них не будет проблемой. Коллега пишет, Анна Владимировна, ухватила одну из последних книг на педмарафоне. Очень радует подробные методические рекомендации. В пятницу включу задание 2-го раздела в урок. Спасибо большое, Лена Евгеньевна. Пожалуйста. Так, про оценку заданий сейчас я вам как раз начну и говорить. Задание, и вопрос такой, кстати, на форуме тоже коллега задавала. Задание у нас мы не оцениваем, мы мониторим. То есть, мы с вами смотрим, справляются они или не справляются. Для того, чтобы еще чуть более подробно разобраться с именно отношением ребят к выполнению тех или иных заданий, у нас как раз дан элемент рефлексии. Посмотрите, вот эти смайлики, которые у нас надо choose, они даны здесь не для праздного интереса, а для того, чтобы вы попросили ребят выбрать тот смайлик на те ощущения, которые у них остались от выполнения задания этого раздела. Если они ощутили, после того, как они помучились с пазлом, допустим, не все у них сложилось. Дома делали очень долго пазл для Джима сами, даже когда слово было из трех букв, из четырех букв. То есть, им это далось очень сложно. Ну, конечно же, они ни за что не выберут сами. Это дети будут выбирать ни мама, ни папа, ни вы. Они не выберут, наверное, радостный смайлик с огромной улыбкой. Возможно, они выберут просто смайлик с такой, да, средней улыбочкой. Просто, ну, хорошо. Вроде бы все удалось. Если у вас ребята выбирают грустный смайлик, то им вот вообще у них ничего не удавалось, им было сложно, им было плохо с этим совсем работать. Значит, вы для себя, как педагог, делаете вывод, что метапредметные результаты, затронутые в данном разделе, а здесь, как правило, на протяжении всей книги затрагиваются практически одни и те же метапредметные результаты, только они даны всегда в разной интерпретации, в разных упражнениях. Вы делаете для себя вывод, что им сложно, вашим ребятам сложно с этим работать. Соответственно, вам нужно сделать на это дополнительный упор при выполнении заданий из учебника, в котором вы работаете, либо взять еще какие-то задания, может быть, сделать еще раз, попросить их в пазл, да, может быть, что-то им еще раз объяснить, как работать с текстом, с текстовыделителем, и как читать текст с полным пониманием, а именно поисковое дело, чтение и так далее. То есть вы уже увидите сами, как у вас получится такой своеобразный мониторинг, как ребята справляются. То есть вы их не оцениваете, отметку вы за это им не ставите. Нет, вы можете, конечно же, сами решить для себя, что если ребенок составил отличный пазл, и у соседа пазл сошелся, и слово получилось правильное, то, конечно же, они могут, допустим, друг друга, ребята, оценить, что вот было здорово, мне понравилось. Соответственно, конечно же, за старание, за правильное выполнение, почему бы не поставить положительную отметку, мы не путаем оценку и отметку в журнал. Но как такового именно оценивания мы здесь не проводим с вами. Мы мониторим, они сформировались у них, эти предметные результаты, или еще не сформировались. То есть вы таким образом будете готовы, допустим, к мониторингам МЦКО. Потому что, когда их пришлют, там будут задания, связанные как раз с теми же самыми метапредметными результатами. Если вы, ребята, уже смогли натренировать на выполнение таких заданий, как данные здесь в книге, а они здесь очень разные, поверьте, я взяла не самый, даже не самый средний разворот, для того, чтобы показать. Есть задания немножечко посложнее, где нужно применить логику, мышление. Есть задания, где нужно изобразить, исключительно включить воображение и изобразить, допустим, такой дом своей мечты. По определенному плану, конечно же, по определенному образцу. То есть у ребят все есть, как с этим работать есть, а вот как они это выполнят сами, уже будет зависеть от того, насколько у них сформированы метапредметные результаты. Так что вот вам, пожалуйста, ответы. На все вопросы, кстати, по метапредметному портфелю буду с удовольствием отвечать и дальше в процессе. То есть по элементу рефлексии я вам рассказала. Ребята выбирают тот смайлик, согласно которому они могут себя сами оценить в данном разделе, который мы с ними проходили. Не в задании, а в общем, в общей купе за эти четыре задания, за весь раздел. Говорила уже, да, и показывала вам Map of the Book к одному из первых разделов. К первому разделу мы смотрели, к погоде. Вот сейчас мы с вами посмотрели, посмотрели все четыре задания. То есть полностью весь раздел School and the Magic Mirror. Я вам сразу скажу, откуда взялось количество часов в распределении заданий. То есть вы не думайте, что это из головы взято. Ни в коем случае. В пособии проходила апробацию, так как это результат моего диссертационного исследования, то, соответственно, данные задания я уже с ребятами проводила. Проводила сама и проводили коллеги, мои апробаторы, в нескольких регионах Российской Федерации. То есть, опять же, это все не сугубо где-то в Подмосковье и в Москве. Это и Ленинградская область, и Брянская область, и Тамбовская область. То есть здесь абсолютно были различные дети из разных школ. Были и дети из гимназии, были и дети из школы московской, довольно с хорошей подготовкой. Были дети из обычных школ, вплоть даже до ребят из сельских школ, из школ закрытого типа. То есть, допустим, времен обороны школы коллега тоже проводила с своими ребятами апробацию. То есть здесь это количество часов на среднестатистического ученика рассчитано. Дальше вы уже смотрите. Если ваши ребята прекрасно управляются за два часа с этим проектом, с этой темой, прекрасно, значит, вы можете с ними сделать за два часа. Если ваши ребята требуют большее количество времени на то, чтобы выполнить задание, значит, вы добавляете им дополнительный час. То есть здесь уже зависит от вас и ваших учеников. Вы видите, да, что здесь мы с вами смотрели на задание и как раз встречали и письмо зарубежному другу, и по моей школе, да, здесь и классная комната, и учебные предметы, школьные принадлежности, учебные занятия и так далее. То есть у нас там встречались, да, и названия конкурсов, и то, что это было чтение, и они работали с текстом стихотворения, то есть все то, что ребята делают в школе. И, конечно, метапредметы и результаты, все, что мы с вами видели, у меня выписаны на плашках к каждому заданию. Здесь они как раз и указаны. То есть очень удобно работать, очень удобно строить, допустим, конспекты, летать в конву своего урока. Я вам говорила, что покажу, как выглядят подробные металлические рекомендации. Вот они, пожалуйста, перед вами на слайде. К примеру, Task 1. Цель. Развитие стратегии поискового чтения, развитие логических операций анализа и синтеза информации, развитие умения работать с инструкцией, выполнять действия по плану. Дальше лет полно раскрыто о том, как и что делать с этим упражнением. Смотрите. Учащиеся вместе с учителем разбирают задания к упражнению. Учитель обращает внимание, что согласно инструкции нужно выделять ответы на вопросы разными цветами, при этом помечая цвет номера вопроса тем же цветом, что и ответ. Затем вместе с учащимися следует прочитать вопросы к тексту, чтобы убедиться, что они поняли их смысл. Остальное учащиеся выполняют самостоятельно. Однако стоит предупредить, чтобы не теряли время на полное понимание текста, а сразу искали ответы на вопросы по ходу письма. В письме Джим просит помочь ему с выполнением домашнего задания. Решите с учащимися пазл, чтобы разгадать первую строку четверостишия. Для этого следуйте инструкции. Ищите частичку зеркала с буквой и затем вписывайте букву в строку стихотворения. Прочитайте получившееся четверостишие перед классом. Обсудите его. Спросите ребят, почему на переменных не забегать. Тоже очень хороший элемент переключиться с ребятами на что-то более обсуждательно-подвижное после того, как они покорпят над выполнением задания. То есть вы видите, что все, что я вам рассказала, не голословно, не я сейчас вам так сочинила красиво, а все здесь уже и вам написано, чтобы вы могли это использовать на своих занятиях со своими ребятами. Точно так же с вторым заданием, с третьим, пожалуйста, перед вами есть четвертый. А в третьем задании, в таких заданиях, которые все-таки немножечко сложные для даже, возможно, первого понимания, даны примеры и в методических рекомендациях тоже на выполнение. Стоимость в интернет-магазине издательства стоит, по-моему, за 150 рублей, или 145, что-то такое, или 154, я точно не помню. И коллеги сейчас, я думаю, дадут ссылку. Можете там посмотреть. Я еще вам покажу буквально один разворот, для того, чтобы показать, какое разнообразие заданий. Это 10-я и 11-я страницы, еще это из одного раздела, посвященному дому. Здесь задание на 10-й странице. Мои коллеги уже нашли 154 рубля. На 10-й страничке нам в задании нужно расположить слова по группам, по трем группам. И даны три группы, это комнаты, мебель и все остальное. Причем для ребят дан перевод в рубрике «Mind», что такое «Furniture» и что такое «The rest». Они, соответственно, располагают слова, и вы с ними проверяете, все ли они правильно сделали. Более того, когда они сначала расположат отдельно в столбиках комнаты и отдельно мебель, у них уже останется, как правило, если они правильно расположили, то, что пойдет в рубрику «Остальное». В данном случае у них будет формироваться амуникация слов по группам, по каким-то определенным признакам. То есть комнаты в комнаты, а все-таки мебель в мебели. На следующей страничке тоже такое очень интересное задание. Здесь нужно посчитать количество стульев в каждой комнате. Номинование комнаты подписано, нумерация комнат стоит, а стульев у нас, конечно же, здесь не прописано сколько, соответственно, нужно их правильно расставить от большего количества стульев до меньшего количества стульев. Получше, что мы здесь формируем у них умение ранжирования предметов по количеству, то есть по какому-то определенному признаку. Нужно их в данном случае расставить от большего количества до меньшего количества. И еще, к всему прочему, если вы обратите внимание, то здесь мы еще и повторим конструкцию «За Риз Дара». И даже здесь есть подковырка с, допустим, кладовкой. Когда все-таки, как правильно сказать, что кладовки все-таки стульев нет. Часто спрашивают, и уже коллеги тоже спрашивали на педмарафоне, когда можно использовать метапредметный портфель. Вы можете использовать его на резервных уроках. Соответственно, вы смотрите, сколько у вас предполагается резервных уроков по вашему кандидарно-тематическому планированию. Вы можете его использовать на дополнительных факультативах, допустим, в школе, если у вас таковые имеются. И, конечно же, вы можете их использовать во время урока английского языка. То есть, это могут быть дополнительные упражнения, если у вас ребята быстро успевают проходить материал. Или, если вы хотите заменить какие-то упражнения из учебника на, допустим, упражнения из метапредметного портфеля. Допустим, вам кажется, что это упражнение учащимся будет более интересно. К примеру, как раз такие проектные работы, как мы сейчас с вами смотрели с пазлом. То есть, когда в конце получается продукт деятельности, а именно такой пазл, который можно решить. Как использовать портфель? Тоже хороший вопрос. Потому что, так как каждая из пяти тем портфеля соотносится с одной из крупных тем примерной программы. Смотрите, я здесь все перечислила. Это и мир вокруг меня, я и мои друзья, страна или страна изучаемого языка, я и моя семья, мир моих увлечений, моя школа. То есть, абсолютно все крупные темы здесь затронуты. То, конечно же, благодаря этому можно начинать работу с портфелем с той темы, которую вы изучаете с учащимся в данный момент. Как, например, одна из коллег написала в чате нам, что уже хочет попробовать в пятницу включить задание из одного из разделов. Задание на уроке. Здесь на уроке вы главный, вы учитель, соответственно, вы решаете, когда, что и как взять. Какие задания из учебника вы будете брать, а какие задания вы хотите взять с ними дополнительно. Предполагайте, что такая книга, конечно же, будет у каждого ученика, потому что она в цвете. В цвете она не просто так, а потому что мы предполагаем, что ребята считают сами в стуле, естественно. У каждого будут свои варианты ответов. Пазлы они тоже у вас пишут все внутри. То есть, так как они книги пишут, соответственно, конечно же, книга должна быть у каждого. Тот у меня спрашивал уже тоже из коллег, а если, допустим, как-то купить учителю и все рекопировать, вы поверьте, что вас это не спасет, потому что в черно-белом виде задания вообще абсолютно теряются, и выполнение их становится для ребят абсолютно практически невозможно. То есть, там есть такие задания, которые зависят именно из-за замешан именно с цветом. То есть, не просто так он в цвете выпущен, портфель, так бы мы его сделали сами бы в черно-белом варианте. И тогда, конечно, вы могли бы, допустим, как-то, не знаю, несколько пособий использовать на класс. Что касается книги, да, вот уже спрашивают, где можно купить и где можно заказать. У нас еще пока идет конкурс репостов, так что такую дополнительную, допустим, книжку вы можете уже попробовать выиграть. А для этого вам нужно зайти в нашу группу ВКонтакте. Если вы еще в ней не состоите, то в нее вступить. И сделать перепост объявления о конкурсе репостов. Смотрите, да, кликнуть на значок громкоговорителя, у нас уже 94 человека в конкурсе участвуют. И, возможно, вы будете одним из тех трех счастливчиков, которым методом случайного выбора книжка отправится в подарок. В электронном нету, в электронном виде нету, она печатная. Где в интернет-магазине найти коллеги уже подсказали, спасибо, Леонид Михайлович. Есть у нас на форуме, открыли тему в ветке дополнительные пособия издательства титул. Посмотрите, нужно кликнуть на форумы, выбрать учебники и учебные пособия, дополнительные пособия издательства титула. И вот там вы найдете тему, посвященную метапредметному портфелю. Готовы отвечать на все вопросы и консультировать. Книга в печатном виде, в электронном виде ее нет. Сегодня у нас, коллеги, промокод на 10% скидку на метапредметный портфель. Что вам нужно сделать для того, чтобы в течение суток успеть заказать портфель с 10% скидкой. Метапредметный портфель ученика 4 класса. Вам для этого нужно отослать письмо-заявку. Вы сначала отправляете письмо-заявку на адрес shopsobakatitle.ru. В теме письма вы пишете mk, а в самом письме пишете свои фамилии, имя, отчество, что вы хотите приобрести книгу метапредметный портфель ученика 4 класса, в таком-то количестве экземпляров, на такой-то почтовый адрес. После чего вам наши сотрудники высылают счет, вы его оплачиваете и получаете через некоторое время книги по почте. Обратите внимание, что промо-код сегодняшний на 10% скидку на метапредметный портфель действует только до 13 апреля полуноча. То есть у вас получается сутки. Коллеги, как по карте оплатить счет на эти книги? Напишите, пожалуйста, свой вопрос на shopsobakatitle.ru. Просто уже, как вопрос именно, как мне оплатить, а карты счет за книги. Вам коллеги обязательно подскажут из коммерческого дела. Так что пишите письма, отправляйте заявки. Да, проблемы в этом не будет, просто вам объясняют, как это сделать. Коллеги, есть ли ко мне какие-то вопросы по портфелю, по вебинару? Может быть, я еще на что-то не ответила. Если вопросов нет, то буду давать код для генерации сертификата. Да, как раз будет код. И покажу вам слайд, как получить сертификат. Коллеги, код для сертификата в чате. Надеюсь, что вам пригодится. И вебинар, и портфель. А если какие-то у вас вопросы появятся к вечеру, то в 5 часов вечера я даю такой же вебинар еще раз. И можно задавать мне вопросы на форуме в теме метаприберного портфеля. Я также вам большим удовольствием там отвечу. Сколько страниц? 48, если не ошибаюсь. Даже посмотрю еще раз. 48 страниц в нем. 48 страниц, глянцевая обложка, голодная бумага. Коллеги еще раз код дают для генерации себе сертификата. Как получить сертификат? На слайде написано. Давайте я вам дам еще активную ссылку, где получить сертификат, чтобы вы могли сразу из чата перейти. Коллеги, я с вами буду прощаться. Вопросов больше не вижу. Спасибо вам за внимание и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Казахстан Добро пожаловать в 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 Казахстан